Хочу показать немножко русских продуктов. Сделала заказ и решила, куда им видео вам ставлю. Смотрите, я заказала пшено. Я не первый раз уже. Вот марка Дуру, они производят, это крупы всякие различные, гречка у них есть, у них есть пшено. Я заказываю с их официального сайта, просто Дуру сайта, да. Это по 250 грамм пакетики, стоит он 50 рублей 5 лир. Пшено очень хорошего качества, оно чистое, фактически не надо перебирать, вот одна соринка здесь. Я ее вообще не перебираю, это варю, каши варю. Дочка каши на завтрак любит кушать. И вот это единственная марка, которую я нашла, которая производит пшено. Я думаю, что какие-то менее известные марки тоже есть, но они такие, знаете, локальные. В какой-нибудь провинции, где-нибудь в Стамбуле, я покупаю на их сайте Дуру. Вот, за доставка, не помню, 5 лир вроде бы у них стоит. Вот, я купила килограмм, получается, пшена, это 4 вот таких пакетика. Качество вообще супер свежее, всегда никое не проворклое. Ну, это для тех, кто любит пшено. Я вот просто раньше с Россией возила, я не знала, где покупать. И так, чисто, знаете, чтобы просто что-то было в упаковке, как бы просто килограмм пшена заказывать на доставку. Заказала 2 пачки вот такой готовый уже фасоник. Она просто как бы... А, тут она не прозрачная, чуть-чуть раньше прозрачная упаковка была. Я ее всегда покупаю в магазине. Так, чисто кинула, чтобы в посылке что-то, да, было еще. Это фасоль в своем соку, отварная уже. То есть, когда я готовлю... А, вот эту чуть-чуть видно. Фасоль турецкую. Я ее долго варить. У меня нет какой-то скороварки, быстроварки, которыми пользуются турчанками. Турчанки я использую такую уже готовую. Отваривать не надо. Это очень удобно. Просто так 2 пакетика купила, скажем так, про запас, чтобы были. И еще в подарок, я не представляю, смотрю, я вроде это вообще не заказывала. В подарок положили, вот у них акция. Это они рекламу, типа, распространяют активно. Килограмм булгура для плова, который мы тоже, в принципе, кушаем. Особо я булгур не готовлю дома. Ну, потому что он часто гарниром идет в ресторанах где-то. Ну, сейчас ресторанов как бы нет, но ребенок в садике это все кушает. Муж с ресторана питается на работе в обед булгуром. Я его не особо люблю. Ну, пусть будет, как бы, пригодиться в хозяйстве. Но и к тому, что приятно, что положили. Вот такой заказ у меня получился. Доставили. В Стамбуле я заказывала дня 3, где-то 4 у меня это было. Доставку вроде бы фирмы вы там сами выбираете. Там несколько вариантов. Есть подешевле, подороже, побыстрее. У меня вот юрта джикарка была. Вот, если кому полезна была, я буду очень рада. Так что пшено, пожалуйста. А гречку, если вам надо. Гречка вообще в магазинах во многих продается. А именно вот пшено в магазинах почему-то нет. Его, наверное, мало покупают. Поэтому они его очень так популярно не продают в супермаркете. Так, но на сайте их заказать можно. Даже по-русски написано пшено. Круто. Продолжая видео продуктов наших, скажем так, российских, славянских в Турции. Сейчас это завтрак моей дочки. Я положила ей вареную сгущенку и подумала, что надо и вам снять. Потому что, например, мы с Катей недавно разговаривали. Именно я такого она не знала. Это вареная сгущенка. 380 грамм. Я ее покупаю в Мигросе. В отделе вареньев она стоит. Там в таких же банках, просто с другой надписью. Абсолютно так же выглядящие. Всякие джемы у них продаются. И вот эту я купила в Карфуре. Они тоже есть. И это Сютри Чили. Сютри Чили по-турецки это варенье из молока. То есть вареное молоко с сахаром. По сути, наша сгущенка. Здесь это как карамель пристаривлена. Вот видите, написано. Фирма Бонни Мамон. Это как бы вроде французские варенья. Не турецкое. Но Сютри Чили по-турецки написан. Короче, не важно. Вот вы можете остановить, почитать. В Бурсе производится. И я хочу сказать, что она очень вкусная. Видите, обычная наша сгущенка. И консистенция у нее плотная. Есть Сютри Чили, который производит Шаркёй Чифтилык. Это где наша дача Шаркёй. У них пожиже она. Она как более на карамель похожа. Есть еще Милк чего-то там. Карамель итальянская у нас. С маленькой баночки. Цена, в принципе, такая же какая-то огромная. Та тоже жидкая. Больше на карамель вообще похожа. А вот это прям наша густая вареная сгущенка. Очень хорошая. Очень вкусная. И честно скажу, что вот состав почитайте, кому надо. Ну, в принципе, вообще ешек, смотрите. Никакой ешки нету. В общем, даже в России такого качества хорошего нет. То есть надо поискать такого хорошего качества вареную сгущенку. То есть я его сейчас в России уже не вожу только белую. Потому что белую поискать надо. Сосиски, например. У меня есть, например, знакомая была, которая очень любит сосиски. Я на ярмарках наших часто покупала всякие вот эти колбаски. Охотничьи колбаски. Они здесь тоже есть. Вот это фирма. Это лично вот эту упаковку я купила в Карфуре. Они продаются в всяких маркетах, магазинах для завтраках. Я тоже это все встречала. Покажу вам попозже сыр-косичку. Схожу в магазин специально куплю. У меня сейчас нет. Но оно тоже здесь есть сыр-косичка абсолютно такая же, как у нас. Это говяжьи сосиски внутри с сыром. Их цена 25 лир. Килограмм стоит 100 лир, 1000 рублей килограмм. Вот всякие даты употребления до февраля. И здесь у нас 5 сосисек получается. Они действительно, вот эти такие, ну более-менее средний вкус внутри с сыром. Есть еще прям копченые вообще. Есть охотничьи. Всякие-всякие разные. В общем, в плане копчености здесь если поискать. Если надо, напишите комментарий. Я вам сниму видео, схожу в магазин, сниму. Покажу ассортимент, как это все здесь продается. Какие виды этих копчений, короче, есть. Недавно я нашла сыр Маздам. Я вам тоже его потом покажу. Сейчас у меня его нет. Я обожаю Маздам, вот как на фотке с огромными дырками. Я никогда турецкий сыр, похоже, не пробовал. Называется здесь просто не Маздам, а по-другому. Я на него не обращала внимания. А оказалось, мой любимый Маздам все годы был рядом со мной. Вкус абсолютно похожий. Практически идентичный. И вот пока я вам снимала видео, мне пришла сейчас коробка Cargo. Это я заказала кукурузные палочки для ребенка. Видите, в нашей коробке написано кукурузные палочки. Раньше я на одном сайте. Они бывают с вкусом пиццы, сыра, еще и вот такие сладкие. Так, Лунистер Джипс. Я раньше покупала на сайте какого-то там магазина. Но что-то, короче, второй раз, когда я тут вот они, кто-то, что-то видит. Я тогда второй раз пыталась заказать, у меня не получилось. Там какая-то лажа с сайтом у них. Или с карго, или в сайте что-то зависало. Я никак не могла вбить свой адрес. И не могла оплатить никак. По оплату не принимала он. Раньше принимал. Вот, кстати, сайт их можете зайти посмотреть. И они с их сайта. Вот эту коробку я заказала на Трендиоле за 50 лир. Здесь у меня, не знаю, сколько штук. Наверное, штук 10, да? Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У меня больше даже. Вон, еще одна. А, еще дочка утащила одну пачку. Так, выходит 12 пачек за 50 лир я купила. На всяких этих... Вот, смотрите, халяльные, кстати. На всяких ярмарках наших женщины тоже их вот так коробками заказывают и продают пачку за 3 лир я раньше покупала. Потом по 3,50. Где-то я не буду что называть. В одном ресторане я видела рекламу. Они пачку продают за 10 лет. Смотрите, когда я цену 3 лир. Я за 50 лир купила коробку из 12 штук. Ну вот, так что можете у них посмотреть. Это производят, кстати, в Стамбуле. Я раньше читала. Где-то вот. Так, посмотрим. Вот. Волфгидо Пазарлама, Туризм, тра-та-та-та. Вот гида, вот этот сайт у них. На сайте вот этого гида я покупала ее раньше. И он у меня тупить начал. Вот. Состав. Тут по-русски вон все написано. Пожалуйста. Еще я нашла один в инстаграме аккаунт. Но они ничего не продают. Я поняла, походу у них оптом можно только покупать. Они в принципе в Анталии там есть фирма одна. Фабрика. И они производят там всякие соленья на наш манер. Не знаю, там. Господи. Капусту солят. Конфеты коровка производит из молока. Йогурт и сметана сладкая. Все-все-все-все проще. Если бы я жила в Анталии, я бы, конечно, это там у них покупала. Но сколько я ни писала в инстаграм, они никогда не отвечают. И никакой доставки. До Стамбула даже там, например, я думала попросить знакомых девчонок, с тем, кто-то со мной заказал, например, никак на ней не отвечают. Не знаю, звоните я на право. Но на сообщения в инстаграме не отвечают. Вот такие дела. Полезные адреса вам закупки в Турции наших продуктов. Но, например, вот эти Кобис Кранч, их продают в всяких маркетах, бокалах различных. Ну, где чипсы всякие. Не во всех магазинах, но многие их закупают. Но именно вкусы сладких. У меня раньше, я их как надыбала, у меня возле дома их продавали. Потом перестали... Сейчас, секундочку. Потом их перестали продавать. И сейчас вообще ни в одних маркетах я нигде не вижу, чтобы была вот эта, именно кукурузные палочки с сладким вкусом. Ну, короткую выказали, но это нам надолго, конечно. Ты любишь кукурузные палочки? Да. Да. Я могу открою. Не можешь открыть? Сейчас открою. Вот. Если есть какие-то вопросы, пишите. И как там по колбасам и сырам. Надо вам видео снять именно аналоги наши, которые здесь в России у нас бывают. Что здесь в Турции с этим вкусом, с этими же.